прям таки фантастическое зрелище вот давайте чуть-чуть увеличу вот видно да там линии дождя проходят прям вертикально и такое ощущение вот она движется эта туча сейчас я уменьшу масштаб вот если так посмотреть да она вот висит ну прям нет независимости понимаете вот она черная это уже крыша тут вот она висит ровно где-то около 4 5 километров диаметром и при этом тут сумасшедший просто ветер то есть вот загибает деревья сейчас чуть послабее стал вот дерево просто порывы какие-то сумасшедшие то есть фигачит вот последний час при этом что еще в 12 было ни одного облака было абсолютно ясно то есть ветер даду было ясно и тут вот этот хрень приволокло да то есть вот представляете что творится это к вопросу продолжению фильма посмотрите наверх да вот смотрите посмотрите вокруг что творится вот деревья летят полетели с этими он вертолетики видите с акации просто блин вот охренеть они летят крутятся так вот сейчас видите порывами восходящий поток поперла поперла вверх то есть люди не за ней не замечают вообще того что у них это башкой висит в волне обидали вон она попала причем звука щаде нет то есть а звук дойдет я почему жду звука потому что тогда объект тоже безвучный был а звука нет сотрите при этом я году 56 километров и дальше то есть это сейчас этот промзона и над заводом амур металл прошла вот эта херь идет в сторону нефтяного завода и взлетной полосы над зёмгах такое вот странное природное явление природное в кавычках скажу что ну явно не природное оно имеет вид маскировки природы вот скорость можно оценить я уже был на улице как бы снимал все волны больше не будет да то есть там вот эпицентр как раз не висит этот объект забирающий все он как бы идет по центру то был дом опять закрывает в дом этот все перекрывает самые-самые интересные короче вещи он а в границе прям четко выражено в этом вот вида абсолютно голубое небо да в дырках то есть тоже граница выражена все эпицентр ушел туда за горизонт звука я так и не услышал сейчас я просто в добавку чтоб не было такая уж совсем штука сейчас я вам кое-что покажу вот был такой кентяра такой еврей хитрый швейцарский тушил еврей сто процентов типа он небес ну живущий на границе с германией практически написавший кучу книжек короче поездивший свое время где-то даже записывался он французский легион но потом свалил короче захотелось ему ну и вот он убеждает что рождение значит тридцать седьмого года до что вот он с пяти лет сорок второго года контакт с инопланетянами ну знаете что прикольно что от этого короче кита инопланетяне дохнут как мухи вот он пообщался пять лет до по имени сфат такое чисто египетское имя сфат а тут уже с ха с ха тхом и вот он убер короче вождь инопланетян после общения с токсичным с этим ребенком умер короче не перенес после чего значит решили с ним тетки контактировать ну видимо тоже короче утомил он их потому что контакты прервали а продолжились семидцать пятом году значит внучка сфатха вот видите как это при том что инопланетяне по его словам живут от 800 до 1000 с лишним лет там 1100 1200 до тем более начальство даже живет подольше также как у нас резко дольше чем обычный то есть я ловлю на том что человек загоняет явно короче явно загоняет при этом он находится в басонской швейцарии да и которая не обращает внимание дают ему издавать книжки там и прочее прочее рядом ватикан под боком вот печатает фотографии вы можете в ютубе найти но самое интересное когда стали разбирать его наследие тут у него всякие элементы ну как ни странно вот эта информация близка к информации бабикова был у нас такой писатель книжек тоже в начале 20 с нижнего новгорода то в москву переехал такой озабоченный вот возраст вселенной 46 триллионов лет известные факты ведь и придумают название ну господи кто не знает про фаэтон да ну и критика фотографии в основном но тоже абсолютно как бы ни к чему да потому что спорить можно долго но самое интересное про металл то есть короче кусок металла лично я все-таки считаю доля истины в расходах вот этого товарища была почему потому что когда удал какой-то кусок металла до исследования в нем нашли тули что такое тули это отдельная песня это металл который дает лазаре земленый спектр если так кратенько если совсем уж во первых он крайне редкоземельный да вот настолько редкоземельный что его просто редко можно найти даже у редкоземельных металлов во вторых он умудряется иметь три состояния магнетизма то есть он может быть геомагнетиком пара магнетиком и как ни странно стопроцентным магнетиком короче но при разных температурах очень прикольно плюс соединение в которую добавляется могут менять в очень широких пределах магнитные свойства то есть по сути это металл на базе которого можно строить управляемые магнитные сердечники то есть чисто в виде как мы строим с полупроводника полупроводники вот можно строить магнитные полупроводники до этого почему-то официально наука не доперла или просто не сообщила нам да решила нас пустить как говорится старовой по бороде но тем не менее я могу железобетона сказать исходя из свойств частности со мной начнут всякие люди спорить но я скажу показатель того что это очень сильно магнитный металл причем даже круче чем железо и кобальт вот показатель его плотности 9321 и показатель температуры плавления то есть 1500 это ну практически сталь 1400 да то есть вполне себе короче вполне себе твердый вполне себе плотный то есть упаковка плотно и так далее то есть легирование его какими-то сплавами может никто на самом деле это может быть и не следовал да всему просто дороговизны либо может быть просто его и самое главное не радиоактивен вот практически то есть что парамагнетик он ну как бы стандартных условиях ну стандартные условия это все дело такое спорное потому что нержавеющая сталь при разном проценте при 13 процентах она магнитится а при 18 процентах никеля уже не магнитится поэтому это тоже тоже все спорное короче то есть как легировать как прокатывать при какой температуре магниты варить остужать да это всю масса нюансов поэтому на самом деле все хитрее и видите тут масса опытов при сверх низких температурах даже антиферомагнитные свойства то есть ну вот чем не полупроводник да а вопрос сразу стоит вопрос простой а куда же девается тогда магнитная энергия культу магнитную энергию ослабляет то есть вы понимаете да я про что гуля я говорю про нулевую точку короче и при всем при этом при всех вот этих свойствах это очень активный металл то есть он сгорает просто моментально то есть будь до него воздухом сжатым воспламениться да или пролей неважно щелочь кислоту взрывщик гарантирован это даже не литий это ну по степени активности покруче будет то есть это к вопросу о способности его если литий у нас легкий запасать количество энергии собственно вот этим и объясняется его зеленый свет а теперь вот такая вещь которая женопедия даже не смогла спрятать про люминесцентный солнечный концентратор я вас к мысли подвожу на чем я закончу общем доклад и это преобразующее электромагнитное излучение то есть световое излучение в электромагнитное понимаете да то есть грубо говоря причем слово световое может быть неправильно сказано то есть преобразующие электромагнитное в световое вот так вот то есть грубо говоря преобразователь ну большей части магнита энергии чем электрическая в энергию фотонную то есть в энергию квантовую если так скажем в электрический ток понимаете да то есть вот вам надо допустим медь крутить трансформатор создавать чтобы преобразовать в электрический ток тут мы имеем металл сделав из которого некую херовину можно получить до выходных и и до выходных этого элемента вполне себе хорошее сильное напряжение да и это напряжение температура плавления 1500 как говорится он будет температурно устойчив и так далее это прочее да вот и думайте звездил ли вот этот товарищ или говорил правду да я заканчиваю еще раз вам покажу просто видя вот то что творится вот там вот я больше волне не вижу возникает мысль что просто это вот как раз аду есть проявление вот этого эффекта в некоем устройстве вот она пролетела видели да какая льда причем она опять горизонтальная волне то есть волне горизонтальная то есть не бьет она в землю она летит почему-то параллельно земле вот еще да вот вертикальная ну вот картинка как говорится для нашего ролика как раз зашла что называется до свидания